Всем привет! Меня зовут Инга, я преподаватель русского языка. Сегодня мы поговорим о слове как части речи. Итак, мы знаем, что все слова в русском языке относятся к определенным частям речи. Части речи это предмет изучения морфологии. Морфология в переводе с греческого это учение о форме. Таким образом, мы можем прийти к выводу, что морфология это раздел науки о языке, который изучает части речи и формы слова. Итак, что же такое части речи? Части речи это классы слов с общим грамматическим значением. Со значением предмета, например, признака предмета, действия или признака действия, количество и так далее. Все слова в русском языке, все части речи точнее, делятся на две группы. Первая группа самостоятельные части речи. Они называются так, потому что к словам самостоятельных частей речи мы можем задать вопрос. Кроме того, слова самостоятельных частей речи выполняют в предложении определенную функцию. То есть мы эти слова можем подчеркнуть в качестве членов предложения. К самостоятельным частям речи относятся такие части речи, как имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, наречие и местоимение. Другая группа частей речи это служебные части речи. Называются они так, потому что служат в предложении для связки слов или для того, чтобы внести в предложение определенные оттенки смысла. К служебным частям речи мы не можем задать вопрос. Кроме того, слова служебных частей речи не являются членами предложения. Начнем с характеристики самостоятельных частей речи. Первая часть речи, о которой мы поговорим, это имя существительное. Имя существительное, как известно, это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет в широком смысле этого слова и отвечает на вопросы «Кто?» или «Что?». Вопрос «Кто?» мы задаем одушевленным существительным, например, бабушка, мама, мальчик, кот. Все эти существительные отвечают на вопрос «Кто?», значит, они одушевленные. Стол, карандаш, счастье, время. Эти существительные отвечают на вопрос «Что?», значит, они являются неодушевленными. Категория одушевленности или неодушевленности является постоянным морфологическим признаком имени существительного. Далее, следующая грамматическая категория – категория рода. Мы знаем, что все существительные практически имеют род. Мы должны помнить, что род – это неизменяемая грамматическая категория. Всего существует три рода существительных. Мужской род. Проверяем существительные мужского рода путем подстановки слов «он» или «он мой». Например, «отец» – «он мой», «дом» – «он мой». Это существительные мужского рода. Женский род. Существительные женского рода проверяем путем подстановки слов «она моя». Например, «мама» – «она моя», «доброта» – «она моя». Это существительные женского рода. И к существительным среднего рода относятся такие слова, к которым мы можем подставить слова «оно моё». Ну, например, «время» – «оно моё», «море» – «оно моё». Это существительные среднего рода. Мы знаем, что существительные изменяются по падежам и числам. Изменение имен существительных по падежам и числам называется склонением. Всего в русском языке существует три способа изменения существительных по числам и падежам. То есть, мы можем прийти к выводу, что всего существует три склонения имен существительных. Склонение имен существительных определяется по начальной форме. Начальной формой существительного мы считаем форму единственного числа именительного падежа. Итак, вспомним, какие же существительные относятся к первому, второму и третьему склонению соответственно. К первому склонению относятся существительные женского и мужского рода с окончанием «а» и «я». Ну, например, «мама», «картина» – это существительные женского рода, которые имеют окончания «а». Значит, перед нами существительные первого склонения. Дядя и папа – это существительные мужского рода, которые имеют окончания «я» и «а». Соответственно, значит, перед нами существительные первого склонения. Ко второму склонению относятся существительные мужского рода с нулевым окончанием и среднего рода с окончанием Е или О. Например, стол и кот. Это существительные мужского рода. Окончание у этих существительных нулевое, значит перед нами существительные второго склонения. Море, окно. Это существительные среднего рода. В этих существительных мы выделяем окончания Е и О, значит перед нами тоже существительные второго склонения. К третьему склонению относятся существительные женского рода с нулевым окончанием. Ну, например, любовь, дочь и мышь. Все эти существительные относятся к женскому роду. Выделяем в этих существительных нулевое окончание. Третье склонение. Мы сейчас поговорили о таких грамматических категориях имени существительного как одушевленность, неодушевленность, род и склонение. Все эти грамматические признаки являются неизменяемыми. Однако существительное еще имеет и изменяемые грамматические категории. Первой такой категории является категория числа. Мы знаем, что существительные могут иметь форму единственного числа и множественного числа. Существительные имеют форму единственного числа, когда это существительное обозначает один предмет. Ну, например, картина, карандаш или ночь. Существительные имеют форму множественного числа в том случае, если это существительное обозначает несколько предметов, например, картины, карандаши, ночи. Еще одна изменяемая категория имени существительного – это категория падежа. Мы знаем, что в русском языке существует шесть падежей. Первый – именительный. Именительный падеж отвечает на вопрос «кто? что?», например, мама, дом, мышь. Родительный падеж отвечает на вопрос «кого? чего?», нет, «кого? чего?», «мамы?», «дома?», «мыши?». Дательный падеж отвечает на вопросы «кому?», «чему?», «дать?», «кому?», «маме?», «дать?», «чему?», «дому?», «дать?», «кому?», «мыши?». Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что?» – «Вижу кого что?» – «Маму», «Дом», «Мышь». Творительный падеж отвечает на вопросы «Кем, чем?» – «Мамой», «Домом», «Мышью». И предложный падеж отвечает на вопросы «О ком, о чем?» – «О маме», «О доме», «О мыши». Следующая самостоятельная часть речи, о которой мы поговорим – это имя прилагательное. Имя прилагательное, мы помним, это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак, свойство или принадлежность признака предмету. Имена прилагательные отвечают на вопросы «Какой?» и «Чей?». Ну, например, «Красивый», «Высокий», «Московский» – все эти слова отвечают на вопрос «Какой?». Обозначают признак. Значит, перед нами имена прилагательные. «Лисий», «Мамин» – эти слова отвечают на вопрос «Чей?». То есть, эти слова обозначают принадлежность предмета к какому-либо другому предмету или лицу. Это тоже имена прилагательные. Мы знаем, что прилагательные – это изменяемая часть речи. Имена прилагательные изменяются по числам, ровно так же, как и имена существительные. Ну, например, «умный» – это форма единственного числа, «умные» – это форма множественного числа. Кроме того, прилагательные изменяются по падежам, так же, как и существительные. Например, «умный» – это форма именительного падежа, «умного» – это форма родительного падежа. Кроме того, прилагательные изменяются еще и по родам. Мы помним, что род – это неизменяемая категория у имен существительных, а у прилагательных – это изменяемая грамматическая категория. Например, «умный» – «мальчик». Например, «умный» – мы видим это прилагательные в форме мужского рода. «умная девочка» – мы видим то же самое прилагательное – имеет форму женского рода. Необходимо сказать о том, что мы считаем начальной формой имени прилагательного. Начальной формой имени прилагательного мы считаем форму единственного числа именительного падежа мужского рода. Именно в такой форме имена прилагательные указаны в словаре, например. Рассмотрим словосочетание. «У красивой девочки» – мы видим здесь прилагательное «красивый». Это прилагательное имеет форму единственного числа родительного падежа женского рода. Нам нужно поставить это имя прилагательное в начальную форму. Начальной формой будет форма единственного числа именительного падежа мужского рода – «красивый». Следующая самостоятельная часть речи, о которой необходимо нам поговорить – это глагол. Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие или состояние предмета. Глаголы отвечают на вопросы «что делать», «что сделать», «что делает», «что будет делать», «что делал» и так далее. Например, к глаголам мы относим такие слова, как «спать», «говорить», «бежать». Все эти слова отвечают на вопросы «что делать», «прочитать» – это тоже глагол, к нему мы задаем вопрос «что сделать». Глагол является также изменяемой частью речи. Глагол изменяется по лицам, например, «я иду» – это форма первого лица, «ты идешь» – это глагол в форме второго лица, «он идет» – это глагол в форме третьего лица. Кроме того, глагол изменяется еще и по числам, например, «я иду», «иду» – это глагол в форме единственного числа, «мы идем» – это глагол в форме множественного числа. Изменение глагола по лицам и числам называется спряжением. Кроме того, мы помним, что глаголы в изъявительном наклонении еще изменяются и по временам. Мы знаем, что у глагола бывает форма настоящего времени – «я иду», «ты читаешь», например. Форма будущего времени – «я буду учить», «ты почитаешь». И форма прошедшего времени – «он знал», «она знала», «время прошло». Обратите внимание на то, что в форме прошедшего времени глаголы изменяются еще и по родам. «Он знал», «знал» – это глагол прошедшего времени мужского рода, «знала» – тоже прошедшее время форма женского рода, и «время прошло», также прошедшее время средний род. Следующая часть речи, о которой необходимо поговорить – это имя числительное. Имя числительное – это самостоятельная часть речи, которая обладает несколькими грамматическими значениями. Имя числительное может обозначать отвлеченное число, как, например, слова «пять» и «тринадцать». Имя числительное может обозначать количество предметов, например, «пять книг» или «четверо друзей», а также порядок при счете, например, «первый», «второй». Таким образом мы можем прийти к выводу, что имя числительное может отвечать на вопросы «сколько», «какой» или «который». Еще одна самостоятельная часть речи, о которой необходимо вспомнить – это местоимение. Местоимение, как мы помним, не называет предмет, признак, количество, а только указывает на них. Местоимение может обозначать лицо. Местоимение, обозначающее лицо – это я, ты, мы, вы, он, она, оно, они. Кроме того, местоимение может указывать на предметы, признаки, количества, не называя их конкретно. Об этом мы уже сказали. Тот, этот, всякий, столько. Мы с вами поговорили об именах существительных, об именах прилагательных, глаголах, числительных, местоимениях. Все это изменяемые самостоятельные части речи. То есть они изменяются по каким-либо грамматическим категориям. Сейчас мы поговорим о наречии. Наречие – это самостоятельная, неизменяемая часть речи. Наречие не изменяется никак. Нет у наречия изменяемых грамматических категорий. И как следствие нет окончания. Наречие отвечает на вопросы где, когда, куда, откуда, почему, зачем, как, при каком условии, вопреки чему и так далее. Наречие в предложении чаще всего примыкает к глаголам и обозначает признак действия. Ну, например, бежать быстро. В этом словосочетании главным словом будет слово бежать. От него мы задаем вопрос слову быстро. Бежать как? Быстро. Мы видим, быстро примыкает глагол. Отвечать на вопрос как? Значит, перед нами точно наречие. Разберем больше примеров. Наречие, как мы с вами сказали, может отвечать на вопрос как? Например, смеяться радостно. Смеяться как? Радостно. Наречие может отвечать на вопрос куда? Например, идти домой. Идти куда? Домой. Наречие отвечает на вопрос где? Искать наверху. Искать где? Наверху. На вопрос зачем? Сделал это нарочно. Сделал это зачем? Нарочно. Наречие может отвечать на вопрос почему? Например, сказал сгоряча. Сказал почему или по какой причине сгоряча. И наречие также может отвечать на вопрос когда? Например, пришел вечером. Пришел когда? Вечером. Итак, мы поговорили о самостоятельных частях речи. Теперь необходимо вспомнить о том, что же такое служебные части речи. Служебные части речи, как мы уже говорили, называются так потому, что они служат для связи слов, словосочетаний и предложений. Такую функцию выполняют предлоги и союзы. Или вносят в предложение дополнительные оттенки значения. Такую функцию выполняют частицы. Начнем с того, что вспомним, что с собой представляет предлог. Предлог – это служебная часть речи, которая служит для связи слов в словосочетании. Кот спит под креслом. Мы видим, в этом предложении используется предлог «под». Этот предлог связывает слова в словосочетании. Спит под креслом. Она перепрыгнула через лужу. Здесь точно такую же функцию выполняет предлог «через». Союз – это также служебная часть речи, которая служит для связи однородных членов предложения в простом предложении и частей сложного предложения. Ну, например, «эта девочка умная и красивая». Видим, в этом предложении используется союз «и». Этот союз соединяет однородные сказуемые. Обратите внимание, что в данном случае запятая не ставится. Если однородные члены соединяются с союзом «и», союзом «либо», союзом «или», то запятая между однородными членами не нужна. Другой пример. Эта комната не большая, а маленькая. Видим, в этом предложении используется союз «а». Этот союз соединяет также однородные сказуемые. Союз «а» – это противительный союз. Перед ним необходимо уже поставить запятую. Запятую также ставим перед противительным союзом «но» и перед союзом «да», если он имеет значение «но». И третий пример. Я спешил на вокзал, но поезд уже уехал. В этом предложении, как мы видим, две грамматические основы «я спешил» и «поезд уехал». Часть этого сложного предложения соединяется как раз-таки с помощью союза «но». То есть союз «но» соединяет две части сложного предложения. Запятая между частями сложного предложения необходима. И третья служебная часть речи, о которой необходимо вспомнить, это частица. Частица – это служебная часть речи, которая придает дополнительные смысловые оттенки в предложение. Ну, например, «я не хочу спать». В этом предложении, как мы видим, используется отрицательная частица «не». Она добавляет значение отрицания. Вряд ли он вернется. В этом предложении, видим, используется частица «вряд ли». Она нужна для выражения значения сомнения. Или «да здравствует мир». В этом предложении, видим, используется частица «да». Она позволяет образовать повелительную форму глагола. Еще одна часть речи, о которой необходимо сказать, это «междометие». «Междометие», как правило, не относит ни к самостоятельным, ни к служебным частям речи. Это особенная часть речи. В чем же заключается ее особенность? «Междометие» – это особая часть речи, которая выражает различные чувства и побуждения, но при этом не называет их конкретно. Ну, например, «Ура! Каникулы». В этих предложениях, мы видим, используется междометие «ура». Это междометие прямо не называет эмоцию, чувство, но обозначает его. «Ура» – это, конечно же, такое слово, которое помогает выразить чувство радости. «Эх, опять я опоздал». Здесь междометием будет являться слово «эх», выражает это междометие досаду, разочарование. «Ах, как красиво!» В этом предложении видим междометие «ах», оно выражает чувство восторга. Итак, мы поговорили о самостоятельных и служебных частях речи. На этом наше занятие окончено. Спасибо, пока!